всем привет меня зовут калинина татьяна и вы на канале школа астрология швине сегодня у нас с вами политический выпуск мы будем разбирать мистера президента дональда трампа будет импичмент или не будет вот сегодня будем отвечать на этот вопрос не просто я скажу свое мнение а я его покажу и расскажу как я к этому мнению пришла демократическая партия сша инициировала поднятие вопроса об импичменте после анонимные жалобы одного из служащих разведки на то что во время беседы с зеленским трамп потребовал от него начать расследование против одного из своих политических конкурентов которые на выборах 2020 года мог бы лидировать мог бы составлять ему конкуренцию ну и конечно же почему украина вдруг может начинать расследование против конгрессменов сша потому что сша очень активно участвовала в конфликте с россией 2014 года безусловно они там рулили они сто процентов и давали денег и устраивали интриги и участвовали в том конфликте четырнадцатого года и я уверена не только я но и политологи это утверждают не раз нарушали конституцию сша не раз права человека нарушали и тому подобное за этим последовал взрыв и истерика демократов демократической партии которая собственно все это перевернула и стрелки на то что и трамп нарушает конституционные права вступает в сделки и взговоры делает преступление против собственной страны собственного парламента и конгресса в этой сложной ситуации я попыталась разобраться с помощью звезд помещаю здесь гороскоп дональда трампа которого я самостоятельно рекцифицировала и поэтому гороскопу хорошо читаются все события его жизни поэтому ему можно доверять в этом гороскопе идет период юпитера с 2016 года в этот период юпитера трамп стал президентом как вы знаете и сейчас до сентября 20 года идет под период сатурном сатурн безусловно расположен очень спорно сатурн является хозяином шестого дома врагов споров как раз таки таких ситуаций как импичмент раздоры войны и все прочее но и болезни но мы сегодня с вами рассуждаем о трампе как о президенте они как о личности поэтому опустим все эти медицинские подробности и сатурн хозяина дома вот этих врагов и всяких разных конфликтов находится в доме потерь то есть есть энергетика притягивать к себе негатив в это время и быть на грани терять свое положение к тому же этот сатурн соединен с хозяином десятого дома власти карьеры и положения поэтому этот сатурн как будто бы за собой утягивает эту венеру хозяйку карьеры вот в эти распри и во все то что он символизирует как хозяин шестого дома поэтому здесь с марта восемнадцатого по сентябрь двадцатого безусловно видно что трамп будет рисковать своей головой у него будет действительно ситуация подобно импичменту вся эта ситуация сегодняшняя читается хорошо читается в гороскопе в гороскопе д-10 который тоже прикрепляю сатурн у нас хозяин дома потерь двенадцатого дома и одиннадцатого и он стоит в первом доме аспектируя десятом аспектом от себя влияя на 10 дом власти как я уже сказала в целом до сатурн расположен нехорошо но давайте посмотрим на следующий период с сентября 20 по декабрь 22 идет период меркурия меркурий в этом гороскопе очень хорошо расположен на меркурий это планета денег бизнеса коммуникаций с людьми и трамп конечно же ас в этом он крупный бизнесмен и этот меркурий формирует хана йоги денежные комбинации поэтому с сентября 20 по декабрь 22 во первых богатство трампа вырасть во вторых он будет также успешен как раньше или даже еще больше более успешен поэтому этот меркурий сто процентов не говорит о том что сейчас будет импичмент и трамп не сможет баллотироваться дальше на на новый срок я думаю что с таким меркурием конечно же он на новый срок останется и этот новый срок будет более легким для него сейчас конечно тяжело ему приходится но он как бы сам истеричка я прошу прощения но сатурн который идет сейчас намного слабее чем следующий меркурий поэтому трампу бы год еще продержаться я думаю у него есть очень большие шансы остаться на второй срок точнее я не думаю я уверена в этом я уверена что именно это и произойдет но давайте посмотрим еще на периоды знаковые в этом гороскопе сейчас июня 18 года идет период рака и в этот период рака в самом начале как вы знаете трамп стал президентом что это за период это период 12 дома тут стоит сатурн когда рака рака показатель славы имиджа и всего прочего для президента и есть аспекты от луны и солнца да все аспекты очень тяжелые кету раху солнце это все вредители луна в падении тоже вредитель в первом доме стоит сатурн который самый знаменитый вредитель в астрологии и венера луна и венера обе очень плохи почему потому что луна у нас в падении венера у нас гнать карака показатель врагов то есть венера становясь представителем шестого дома представителем врагов долгов и болезней теряет свои свойства бенефика и получается что на первый дом в период рака у трампа есть аспект шести негативных планет но они являются караками а мать я карака солнце от макарака сатурн дара карака поэтому они формируют 3 раджа йоги 3 королевские комбинации плюс еще луна с венерой сами по себе соединяясь аспектами они формируют еще одну раджа йогу правда на пораженная она из вредных планет состоит из пораженных но тем не менее 4 раджа йоги они подняли его наверх в статусе хотя все это не проходит даром то что это все вредители понятно что его там колбасит на полную катушку он его очень сильно трясет турбулентность там зашкаливает но тем не менее он в топе в десятом доме от начала этого периода тоже мы видим аспект марса кету и луны марс луной формируют раджа йогу потому что марс путра карака луна а мать я карака поэтому королевская комбинация здесь формируется но в тот период когда должен оля произойти импичмент до 17 октября идет период тельца безусловно период тельца тяжелый для трампа одни вредители сатурн венера раху солнце аспектирует знак тельца все это вредители в его конкретном гороскопе но опять же формируется раджа йога сатурн плюс солнце дара карака плюс атма и формируется королевской комбинации поэтому власти он не лишится хотя скандал будет разговаривать со все дальше и дальше я думаю там какие-то подробности еще в этом разговоре его селенским но будут всплывать такие что они сильно навредят трамповской репутации но к тому моменту когда приходят выборы вторые для трампа с июня 20 по февраль 21 года под лицу как говорится все к лицу у него наступает период одни добродетели смотрят на начало периода здесь меркурий и юпитер активизируется две самые добрые планеты и между прочим такой же период был когда он первый раз стал президентом то есть этого было достаточно чтобы стать президентом и здесь я думаю второй раз он станет президентом второй срок пойдет у него потому что даже от этого периода рыб в шестом доме конкуренции соревнований выборов и всего прочего стоит у нас планета марс планета марс побеждает все показатели 6 дома он дает выигрыш и еще в десятом доме карьеры от этого периода это у нас знак стрельца находится хора лагна показатель славы величия поэтому здесь все говорит о втором сроке если трампу сейчас выкатит импичмент то безусловно он не сможет баллотироваться второй раз но так как мы видим предсказание второго срока значит все таки этих поражений текущего периода до 17 октября окажется недостаточно ну вот так с вами была татьяна калинина оставайтесь подольше на моем канале переходите во весь плейлист с мунданной астрологии также переходите на наш сайт потому что нашем сайте вы найдете курс по мунданной астрологии это астрология политиков государств стран и все всем пока пока